Давайте, наверное, еще один пример покажу, тоже связанный с графами. Задача у нас краски. Есть такая известная задача, или теорема о четырех красках, что если у вас есть какая-то географическая карта, то ее всегда можно раскрасить, области можно раскрасить в четыре цвета, так, чтобы области одного цвета не ограничили по участку границы. Да, они могут граничить по вершине, но не могут граничить по участку границы. Ну, у этой задачи есть своя богатая история. Сначала она вообще появилась в статье в журнале гипо-математике по географии. Да, у нас некий географич задался вопросом, а он в финале может так раскрасить. Вот. Дальше там довольно быстро, там сразу доказали, что можно шесть цветов раскрасить. Дальше через некоторое время довольно быстро доказали, что можно в качестве цветов раскрасить. Вот. С четырьмя цветами там, в общем, загвоздка получилась. Там пару раз были неверные доказательства, да, то есть там кто-то доказал, опубликовал, все там прошли, там порадовались, а через 20 лет нашли, или там через сколько-то лет, нашли, что ошиблись в доказательстве. В итоге, уже во второй плагине 20-го века, в конце 70-х годов, эта задача стала первой, которая была решена при помощи компьютерной программы. То есть там сначала некоторыми математическими методами авторы сократили бесконечный перебор до некоторого конечного, да, что нужно перебрать там 1200 картинок, и потом эти 1200 картинок они перебрали на компьютеры. Да, в конце 70-х годов уже были достаточно мощные компьютеры, которые могли этот перебор осуществить. Вот. И таким образом доказали теорему, что любую карту можно раскрасить в четыре цвета. Но там еще некоторые дискуссии были по этому вопросу, можно ли это вообще считать доказательством, да, а там, когда это рассказали на некотором математическом конгрессе, то слушатели разделились на две группы. Те, кому было старше сорока, говорили, что они вообще не понимают, как на компьютере можно доказать теорему. А те, кому мальше сорока было, говорили, что не понимают, как можно перебрать 1200 вариантов из компьютера. Вот. Ну, в общем, эта история завершилась в 90-е годы, когда весь этот перебор преобразовали в некоторое формальное показательство, которое проверили формальным методом. Что такое вообще доказательство в математике? Ну, вот есть такой популярный аксиоматический метод, да, в общем, более-менее стандартный подход, да, что доказательство – это некоторое такое рассуждение, где каждое очередное предложение – это либо аксиома, либо происходят из каких-то предыдущих по логическим правилам. Да, а как это сейчас уже? Ну, я нет, что-то такое рассказываю, да? Или нет еще? А скорее уже нет. Или уже нет. Потому что вот эта вот идея, что обязательно надо, так сказать, рассказывать из аксиом, она, к счастью, более-менее сейчас побеждена в школьном курсе. Понятно. И поэтому, с одной стороны, геометрия, они умеют решать гораздо больше задачи, чем в наше время. А с другой стороны, они хуже знают. С одной идеей понятно, да, что вот есть некоторые личные утверждения, которые мы принимаем на меру, да, что-то они точно истинные. И есть некоторые логические правила, которые, на самом деле, обычно в явном виде не изучают, а считают, что как-то, ну, вот, в мат-логике изучают, да, а в школе обычно не изучают, да. Например, что если что-то одно верно, то и что-то другое, но следующее тоже должно быть верно. Ну и так можно предлагать такое рассуждение, да, что вот это вот аксиома, это верно, точно, это тоже аксиома, а дальше из этих двух аксиом можно получить вот то-то, из этого вот то-то, из этого вот то-то, там и так далее, и так далее, и так далее, и в конце концов получается термин. Вот это такой формальный подход к тому же такое доказательство. Так вот, раз он формальный, то ему можно компьютер получить. То есть компьютер проверяет, что такая-то строчка является аксиомой, и что такая-то строчка следует и стоит другому-то правилу. Это всё можно написать на формальном языке, и написать программу, которая будет проверять правильную линию. Так вот, в 90-е годы эта задача в четырёх красках была таким образом проверена. Было там на 50 тысяч строчек написано доказательство, которое весь этот перебор проводило, и оно было проверено, официально проверено. Вот, хорошо. Но дальше какая-то вопрос. Пусть у нас не географическая карта, а просто какой-то граф. Какой-то граф, но, например, когда может такая задача возникнуть? Не в связи с картой. Ну, например, хотим куда-то перевезти много людей. Или каких-то грузов, или чего-нибудь. И известно, что там среди людей есть некоторые конфликты. Да, например, таких-то лучше в один вагон с друг другом не сажать. А то они посадятся. В общем, есть некоторое количество конфликтов. И вопрос. Вот вам, скажем, четыре вагона. Можно ли, имея список конфликтов, рассадить так, чтобы нигде конфликтов не было? Вот. Или нельзя. Ну вот, если вагона всего два, то эта задача решать довольно легко. Да, это два вагона, это раскраска в 20-х. Да, значит, ну, кого-нибудь, значит, кого-нибудь спасател в первую вагон. Значит, дальше всех, с кем у него конфликт, спасател в второй вагон. Ну, дальше всех, у кого конфликт сильный, должны посадить в первую вагон. И так далее. Значит, и что будет? Значит, может быть, потом окажется, например, что у этого будет конфликт. Вот здесь. Ну, и тогда, на самом деле, вообще никакой рассадки не получится. Почему? Потому что вот здесь вот имеется цикл длины 5. Да? Цикл длины 5. Ну, а цикл длины 5, его никак не идеально. Садить два вагона, да? Рассадить два цвета, чтобы не было соседних одного света. Да? Потому что в любом случае, если этот вагон погонит, этот в другого, снова в первую, снова в вторую, снова в первую, и вот получается конфликт. Вот. Либо ничего такого не произошло, и в какой-то момент вы рассадили прямо всех, или, по крайней мере, у всех, кого рассадили, где-то с тем конфликтом. Ну, тогда, если кто-то остался, то он должен с грузами начинать. Ну, и так это либо все рассядутся, либо будет какая-то циклышка, с которой ничего нельзя поделать. И так мы поймем, можно рассадить импульс. Так. Это называется расстраска два цвета, теперь рассадка два вагона. Теперь что будет, если мы в три вагона рассаживаем? Ну, в три вагона... Ну, кажется, что примерно так же, примерно так же, да, то есть кого-то сажаем. Первый вагон, второй. Дальше, скажем, одного врага можно посадить и второй вагон. Но, а вот с руки уже будет два варианта. Может, он тоже во второй нужно посадить. Да, а может быть, третий. И, может быть, тот выбор, который мы сделаем вот здесь вот, посадить во второй или в третий, он как-то потом повлияет на то, будет там какой-то неразрешимый конфликт или не будет. И получается, да, что здесь вот два варианта, и, в принципе, каждый из них нужно перебирать. И так будет более-менее каждый раз, да, то есть время от времени у нас будет появляться новый участник, который соединен с уже рассаженными участниками одного цвета, да, то есть у которого конфликт только с одним из вагонов. И тогда для него будет два варианта, в какие вагоны его посадить. И может так получиться, что эти варианты как-то друг с другом взаимодействуют. И нужно каждый раз делать правильный выбор, чтобы в итоге все рассеялись. Ну, а если даже каждый десятый раз будут такие варианты возникать, то будут вариантов два в делиме на десять. А если каждый десятый раз нужно выбирать, в какую из вагонов посадить, то будет вот такое количество вариантов, которые нужно перебрать. Но это уже специальная величина, поэтому просто так понять не получится. Ну, а переборный номер, конечно, есть, да, если уж рассадка дана, то легко проверить, правильно она или нет, все ли конфликт разрешены. Ну и вот тут тоже, получается, небольшое изменение условия влияет на результат. Получается, что два раскраска лежит в P, а три раскраска лежит в NP, и мы не понимаем, как этот перебор может сократить. То есть не просто лежит в NP, а, по крайней мере, непонятно, почему бы оно могло лежать в P. в П. В.